Долгодействующая сила русской внутренней истории есть сила мании, растворения стихии, отдачи себя стихией, снятия с себя любой частной отрицания за собой, любой частной выделенности и очерченности, отличающей себя от стихии. Растворение стихии. Понимаете, от стихии есть хозяин. И что такое стихия? Стихия — это то, что тебя не видит. То, что не считается ни с какой выделенной формой. Ветер на песке одинаковым образом уничтожает и простое физическое образование на песке, и след на ней человеческой, имеющей смысл и значение. Также уничтожает скульптурную форму. Стихии не видят формы, они не выделены. Так вот, черты на стихии, вот это, она может, она, самочина тебя милует, или самочина наказывает, да? Это и есть черты и барин, хозяин. Это и есть черты хозяин. Или черты, например, его селдия Савельевича Сталина. Ведь чем он пленял миллионы этих людей, которые его, так сказать, любили? Они его действительно любили. А этим все он выполнял, и их тут заложено в них, потому что он не учил. Они индуцировали его, его самого. Это ясно, как был божий день. И поэтому, собственно говоря, Блок и колебался, кого поставить впереди толпы Иисуса, он это не подходит на роль такого хозяина. И Блок это явно ощущал в своей гениальной интуиции. Но кто-то умеет читать, должен просто шляпу снять вирическом деле, который может так вне шепнить, показать, что уже случилось, что будет происходить, тем самым, потому что происходит только то, что уже случилось. Другого не происходит. Вы сейчас думаете, что сейчас происходит? Сейчас, сейчас происходит. То, что сейчас происходит, уже произошло. Понимаете, в галактической истории есть одна долгодействующая сила, губительная сила. Это сила, являющаяся комплексом принадлежности всякого российского человека какой-то мистической точки, который не делал географическим миром, не локализованным, перед которой нужно оправдываться, перед которой можно оказаться виноватым, которой нужно служить. Это то, называется, то мистическим тайным телом России, то это государь-император, царь. Ну, это материальное воплощение, это физическая метафора, не имеет значения. Это точка не локализована. Это не обязательно Москва, Хотя, это, это, что все это около... Это, я бы сказал бы так, это двойной комплекс ощущения себя во власти какого-то хозяина, который может быть или милостивым, или наказывающим. И у самого тоже развития комплекса вот этого чувства хозяина. Янусь двуликий. Тот, кто подчиняется хозяину, в нем самом тоже действует мания быть хозяином. Он, как сказал бы так, в свое время, это монархист из зависти. Он сам подчиняется какой-то высшей точкой, но в своем подчинении. Он также действляется точнее и дает всех окружающих людей все независимое и самобытное. То есть, для хозяйского чувства должно быть уничтожимо и подлежит уничтожение все, что самобытное, независимое и непроницаемое для мании, владения и хозяйства. Хозяйство. Каждый из нас монарх, и поэтому все, что в других людях несовершенно, несоответствует этой действительной сущности, которую я вижу, должно быть уничтожено или принесено в жертву. Отсюда вот эти язвические жертвы приношения людей. Например, хулак. Что такое хулак? Хулак — это не истинный крестьянин. То есть, крестьяне, не соответствующие своей истинной сущности, которую я знаю и вижу. Я на альтар моего знания языческим, то есть, не христианским образом, приношу этих людей. Байковский громыхал в советской культуре призывами сбросить, развиваться с прошлым, сбросить там кого-то с парохода и так далее, и так далее. Для этого сначала Америка, Россия должна была подарить пароход, чтобы потом с этого парохода можно было бы что-нибудь гаснуть. Так, в письме или в дневнике, я не помню, в письме, Бог пишет, что да, все это хорошо, все это правильно, но ведь нельзя ведь в прошлом полностью разделать, к сожалению, потому что ведь даже после этого, когда сбросить все эти формы, а не именно формы, а не сытные, то останется ли необходимо в этой вещи и пить, то есть выполнять материальные акции, которые не в моготу этой женственной души, которая желает раствориться какой-то высокой точкой, раствориться с течением. Там уже есть и пить это то прошлое, которое не противоповедется все равно и все равно тогда мы не освободили. А культура должна якобы освободиться духовно от юридики. А если все равно приходит есть и письма, все равно конечная форма, не говоря, конечная форма, несовершенна, она бытовая, месчанская и так далее, и так далее. И вот отсутствие сильной мужской воли в конкретное дело, делаешь ли ты в стол или машину вложить в свое высокое христианское, скажем, усилие и сделать конкретную форму носителем бесконечного, это, к сожалению, мало нашлось людей, способных на это. Кристально, кристально очерченный формализм, скажем, был Лунин, это человек честен, честен, это кристалл, твердое очерченное, это мужская воля. Все дело в том, что небесное должно случаться на земле, не наоборот. то, что в свое время Мандельштаб говорил, а он глубоко был созвучен христианству в этом смысле, говорил «вечность не во времени», «вечность как вертикальное сечение этой». Другая жизнь, другое небо, другой мир находится в этом мире. Самая древняя философская мудрость говорит одно, она еще в Египетском попросил. Так, как наверху, так внизу. внизу, так, как наверху. То есть, или ты должен, если ты их связан в соотнесенном сверху, а это есть человеческая история, то есть история возвышения человека над самим собой, над своей тварной природой, двойственной в частности, воображенное существо, воображенное вот в этой соотнесенном сверху. Он должен уважить вверх на низ. Поминайте, это, короче говоря, всякая философия, всякое духовное построение есть, соответственно, навязывающаяся мысль о самоуничтожении или самоубийстве. Самоуничтожение есть всегда ради возвышенного. Мир плох, мир или жених. из материи, злее, и так далее. И я должен воссоединиться свыше. Жалоба человека уставшего от жизни или беседа человека уставшего от жизни со своей душой. Жалоба души, как мир плох, как он хорош сам в своем возвышенном устремлении. И не находя ничего, он должен покончить с собой, чтобы найти кратчайший путь перехода в другую жизнь. А душа отвечает? Нет. На другое так же, как внизу. Это ответ всякой истинной религиозности и всякой истинной философии. И то, действительно, происходит что-то неземное, но неземное происходит в земном. Это вертикальное сечение самого земного. И это, так сказать, вечность, это она не во времени какого-то вечного предмета, который пребывал бы вечно во времени и не менялся бы, был бы совершенен или ноль какой-то, чем наши несовершенные вещи. Нет. Это сечение.